На своей волне Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это «На своей волне» и сегодня наши гости Два исполнителя, которые будут сегодня петь исключительно для вас Да и отвечать на мои вопросы Итак, сегодня на своей волне братья Винкенштерн В этом месте больше нет Ни цветов, ни мотыльков В результате злых побед Нам остался дым костров Мы искали две тысячи лет Где живет сама любовь А нашли лишь миллионы бед В горы тел Людскую кровь Без виновных И сюда Ты пойди туда Где колокольный звон живет Где колокольный звон живет В этом месте больше нет Ни колодца, ни пруда Вот вопрос А где ответ Что есть свет А что есть тьма Мы забыли о том, кто есть кто В наших мыслях сплошной бардак Кто-то плачет, а кому-то смешно А наш язык Наш враг Без позора Без стыда Ты пойди Туда Где колокольный звон живет Где колокольный звон живет В этом месте больше нет Ни начала, ни конца Чем нести какой-то бред Лучше выслушать глупца Мы завязли по горло во лжи Крайних нет Все впереди Честь и совесть больше нам не нужны Пожар души Пожар души У нас в груди Радость с горем пополам Вы найдете там Где колокольный звон живет Где колокольный звон живет Где колокольный звон живет Субтитры создавал DimaTorzok Два замечательных исполнителя – это Вадим и Евгений Винкенштерн. Здравствуйте! Здравствуйте! Привет, Владимир! Мне приятно снова видеть вас здесь, потому что хочу сказать всем нашим телезрителям, что братья Винкенштерн одно время жили в нашем городе, в Орехово-Зуеве. И продолжали жить. Да что вы! А вы же гастролируете сейчас. Но мы уехали, мы одно время жили в Москве, когда мы только-только устроились к Варваре работать, и нам надо было там чаще быть, постоянно там какие-то съемки, репетиции, и нам надо было переехать в Москву, снять квартиру и пожить там какое-то время. Мы пожили, это сделали, теперь мы уже нарепетировались. Так, программа уже лежит практически внутри нас. Да, и мы уже решили оттуда уехать, ну, потому что зачем там жить, когда мы родина здесь, нашей мамой. Понятно, но с Варварой вы продолжаете работать и сотрудничать? Да, у нас сейчас такой график достаточно как бы свободный для того, чтобы приехать, пожить за пределами МКАДа, и когда нужно, выехать на гастроли. То есть можно теперь просто говорить, мы живем за городом. Мы живем за городом. Да, мы живем в прекрасном городе Ореховадзор. Ну вот за то время, что вы работали с Варварой, у вас что-то уже появилось, вы наработали какой-то материал свой, скажем так? Ну, у нас материал уже был до Варвары, наработан достаточно много его, да. Просто у нас это был наш материал, а потом, когда мы пришли к Варваре, этот материал стал другой совершенно, и мы его стали нарабатывать. А этот у нас как бы лежал, ну, он потихонечку там как бы не забывался, этот материал, а всегда был при себе. И мы иногда, даже не иногда, а практически на каждом концерте у Варвары, у нас есть в середине концерта наш блок, и мы исполняем там свои песни. Вот несколько песен. Поэтому все вот в этом плане. А те песенки, которые мы пели здесь, в Орехово-Зуево, они у нас есть. «Сумрачный город», ни художник, ни поэт, это все наше. То есть это из прошлого уже? Вы это забыли вообще или нет? Да нет, вообще раз и сели, и сыграли. Взяли и сыграли. Понятно. А, кстати, у вас же ведь вот последний видеоклип, который вышел совсем недавно, называется «Про Валю». Клип такой смешной очень. Ну, это даже, да. Это Степ вообще? Что это? Я когда посмотрел, в принципе, мне понравилась очень. Идея самая интересная, оригинальная. Даже когда мы этот клип выставили в группу городскую ВКонтакте на обозрении, то есть людям она понравилась, эта песня. Выставили ее ВКонтакте? Когда-то, да? Представляешь, обычно в ВКонтакте в городской очень циничная публика сидит, ей все не нравится, все не то, все плохо, мы хотим что-то такое сделать. И здесь куча лайков, там, что песня понравилась. Я расскажу. На самом деле Вадька увлекся видеомастерингом, да? Нет, ну, видео. Видео. Увлекся видео. Да, обработка, редакция. Первая песня была «Колыбельная для волков» мы сняли. Вот именно на... На фотоаппарат. На видео этот... Да, да. Вы сами, что ли, все это делали? Все это снималось самостоятельно. В домашних условиях повесили, как он называется? Кей. Кей. Кей, хромакей, да. Кей, хромакей. И на нем мы сняли «Колыбельную для волков», потом мы сняли вот эту именно песню. Ну, в большом счете, это такое, ну, дурачество наше было. Про Валю, да, вот мы решили посмешить своих девчонок, жену свою, Женю, да. Мы решили их немножко развеселить, сестру свою решили развеселить. И сняли вот такой балдежный клип. Ну, почему? Песня – это жизнь, да, бывает грустная, бывает веселая, бывает дурачество какое-то, да, в жизни. Вот это вот из этой серии. Я предлагаю сейчас посмотреть всем нашим телезрителям этот видеоклип. Он действительно смешной. Вы не против? Конечно, конечно. Посмотреть. Раз это снято. Все, значит, это должно увидеться. Валю я встретил на вокзале. Мы стукнулись олбами, все было как в кине. Свали, мы вечером гуляли, но ножки подустали, отправились ко мне. Дали, на боково читали, увы, не дочитали, про лолочку роман. Звали, намеки намекали, улыбки улыбали, внутри вскипало вулкан. Кстати, пора ложиться спать в моей большой кровати. Чем ближе, тем теплей. Впрочем, скучнее нету ночи. Смотри друг другу в очи, есть вещи поважней. Тайну мы не откроем маме, она же мелодрами. Она нам пустит кровь. Сказку мы в силах сделать пылью. Жить будем в изобилии, ведь у нас с тобой любовь. Кстати, пора ложиться спать в моей большой кровати. Чем ближе, тем теплей. Впрочем, скучнее нету ночи. Смотри друг другу в очи, есть вещи поважней. Скучно быть сильным и могучим, Красивым и похучим, но как в крутом кино. Круче быть смелым и везучим. Держать в Газпроме фьючи, но каждому свое. Кстати, пора ложиться спать в моей большой кровати. Чем ближе, тем теплей. Впрочем, скучнее нету ночи. Смотри друг другу в очи, есть вещи поважней. Держать в Газпроме фьючи. На своей волне сегодня братья Винкенштерн, Евгений, Вадим. Вот, кстати, вопрос. Вас не путают? Да, наверное, уже нет, Володь. Мы специально делились сегодня по-разному. Что? Я не путаю вас, я не путаю. Я различаю вас. Ну, кто нас впервые видит, он, конечно, несколько минут нас путает. Особенно, если волосы распущены, мы как бы, видимо, производим какое-то впечатление страшное. Пугающее, да. Кто-то пошутил, что в фитнес-центр вы ходите по одному абонементу. Опять контакт, да? Это у нас есть такой дружище, который любит над нами шутить. Да, он объявил нас так на концерте в клубе в Москве. Да, что мы уходим по... Ну, ты знаешь, в этом есть ноля правды. Ну, было пару раз, как говорится, и ничего страшного в этом нет. То есть, ну, срабатывает. Кстати, вот, московская жизнь, скажем так, она же ведь наносит какой-то отпечаток на человека. Ну, как правило, когда вы меняете место жительства, да, жили в Орехово-Зуеве, потом жили в Москве. Вот вы в чем-то изменились? Как вы сами чувствуете? И приехав опять, скажем, в Орехово-Зуево? Нет, мне кажется, Володь, человек, он каким был, так он и остается. Место жительства не должно менять человека. Это то же самое, как мы должны приехать себе в деревню, где мы родились, и приехать вот такие, в Москве. Такого не должно быть. Самое главное в жизни оставаться самим собой и на своей волне, Володь. Ну, Москва диктует какие-то законы, правила, там, поведение, что нужно именно так себя вести. Особенно, ну, в определенных слоях общества, да, где-то есть, так скажем, называемые высшие сливки, да, где надо себя вести именно так, если ты не будешь себя вести, ну, как-то там, да, то, значит, ты будешь белой вороной. Да, мы даже не знаем, как себя так вести, вот именно пафосно, да, модное слово, и, как еще можно сказать, надменно, что ли. Я не знаю, шоу-бизнес, он такой ненастоящий, придуманный, и вот там нужно вести себя придуманно. А хочется быть естественным, мы хотим, мы стремимся к этому, и мы хотим быть естественными, быть свободными в своем творчестве, в своем всей жизни. Короче, будь проще, и люди потянутся. А расскажите-ка мне про «Голос». Вот дошли до меня слухи, что братья Винкенштерн участвовали в проекте «Голос», до какого-то уровня дошли, потом вот не стали участвовать в этом. Ну, вот ничто не скроешь от Владимира Певцова, он все знает. Даже наши близкие знакомые-то не все знают, а вот Владимир все знает. Ну, понимаете, вы настолько фактурные артисты, да, что вас не заметить нельзя практически. Да, это, я так понял, кто-то у тебя там засыльный был человек какой-то, да? И он как бы подсмотрел. Ну, на самом деле, да, мы решили, опять же, не по своей какой-то там воле, да, ну, вот в данном случае жена Евгения, Марина, она сказала, «Хорош сидеть». Встали и пошли куда-нибудь на конкурс. Вот там «Голос» был первый, туда взяли и пошли. Мы первое дело, ну, взяли и отправили туда пару песен. Вот, и пришла к нам отклик, нас пригласили на отборочные туры, мы прошли эти отборы. Да, это был самый первый кастинг, который проходят все, которые прошли кастинг внутри интервью сети, короче. Да, это значит, где там 10 тысяч участников сначала, да, как бы присылают заявки, их отслушивают, из них выбирают там тысячу, да, по-моему, насколько я помню. Потом из этой тысячи отбирают человек 160, по-моему, 160 человек отбирается уже для того, чтобы к тебе там, да. На слепое прослушивание пойти. И вот мы попали вот на это слепое прослушивание. Да, ну, к нам не повернулся ни один, ни этот, ни Градский, ни Белан. Была песня «Звон» Сапунова, если знаете. Да, нам дали ее спеть. Была эта песня. Она достаточно такая спокойная, она философская. Она больше философская, чем такая, чтобы показать голос. Поэтому голос как таковой там развернуть негде. Ну, в принципе, нам-то это не очень-то и хотелось. Ну, в голосе оценивают голос, исключительно голосовые данные, которые есть у человека. О, вот это вот. Понятно, что нас, наверное, пригласили, потому что мы одинаковые, наверное, это тоже сыграло свою роль, да, что вот как для телевидения одинаковость там. Ага, две, как говорится, эти штучки. Нормально. Две штучки. Мне нравится. Две штучки. Вот, и мы, короче, спели, к нам не повернулись, но когда потом уже развернулись, Градский сказал нам, что, говорит, ребят, я бы купил на ваш концерт билет и пришел бы к вас. На вас посмотрите, послушайте. Вот, уже хорошо. Хорошо, что наши телезрители сидят не спиной к нам, а я надеюсь, лицами смотрят эту программу. Ну, я предлагаю что-нибудь еще сыграть прямо здесь, в студии. Прямо в студии сыграть. Да. Что-нибудь свое. Да, что-нибудь свое. Как песня будет называться? Мы сейчас споем песню, которая называется «По небу лебеди». Это такая колыбельная для ребенка, для девчонки, ну, которая мне еще пока не родилась. Ну, когда родится, то у меня готова уже колыбельная есть песня. Опять-таки, для моего сына уже нравится эта песня, он уже знает слова и подпевает. Так что песня, в принципе, очень хорошая. Замечательно. По небу лебеди белыми белыми, под ними города серыми, серыми. Станет любовь моя птицею белыми, я улечу за ней, за облака. Ночь свою укроет телом, одеялом черным-белым, свой строчок луны умело держит. Сон наш под прицелом, тише, тише, кот на крыше, еле дышит. Очень сладко спит, и моя малышка тоже, что-то мне сквозь сон говорит. По небу лебеди белыми, по небу лебеди белыми, под ними города серыми, серыми. Станет любовь моя птицею белыми, я улечу за ней, за облаками. Утро светом для начала стянет с ночи одеяло. И росою моет крыши, там где котик сладко дышит. Выше, выше солнце крыши, спинку лижет сонному коту. И моя малышка тоже, что-то мне сквозь сонному коту. По небу лебеди белыми, белыми, под ними города серыми, серыми. Станет любовь моя птицею белую, я улечу за ней, за облака. Мы полетаем во сне, быть может, и побежим по луне. Быть может, тоже в нашей безумной мечте. Храни нас, Боже, пусть наша сказка навек, самый родной человек. По небу лебеди белыми, белыми, под ними города серыми, серыми. Станет любовь моя птицею белую, я улечу за ней, за облака. Я улечу за ней, за облака. Я улечу за ней, за облака. На своей волне сегодня Вадим и Евгений Винкенштерн, которые рассказывают, как нужно быть на своей волне, как нужно не сходить с нее, потому что если вы сойдете, то люди сразу это заметят. То есть вы же ведь пытались какое-то одно время одевать какую-то маску, скажем, быть не теми. Это же тяжело, как правило. Вообще, на самом деле, да, наверное, мы пытались. И в один прекрасный момент, наверное, нам это стало понятно, что этого не нужно делать. И в какой-то момент мы стали самими собой. Простыми ребятами. Мы простые ребята, по большому счету. Да, может быть, мы выглядим слишком, может быть, пафосно. Не знаю, как правильно сказать. Высокие, длинные, волосатые. Это очень, конечно, для людей одинаковые. Для людей, кажется, может быть, какие-то не с той планеты. А мы простые ребята. Хорошо. Но, фактически, вы работаете вместе с Варварой, и вам приходится находиться на ее волне. Или нет? Или я ошибаюсь? Конечно, да. На ее поле, да. Потому что это ее детище, ее проект. И коллектив, который она набирает, она набирает для себя. Как вы с ней общаетесь вообще? Очень спокойно, хорошо, по-дружески, как-то даже по-родственному. Потому что мы с ней уже проработали 12 с лишним лет. И мы с самого начала ее творчества, личного ее конкретного сольного проекта. Раньше она была на бэк-вокале у Льва Лещенко. И потом вот она познакомилась где-то на каком-то из концертов со своим будущим мужем, который ей, он бизнесмен, помог ей стартануть. Вот она стартанула и стала самодостаточной теперь. В принципе, это очень хорошая такая. Но она же видит, как вы поете, скажем. Она не видит вас, каких-то конкурентов, скажем. Да не знаю. Надо у нее спросить об этом. Вряд ли, конечно. Каким могут быть у женщины мужские конкуренты? Это понятно. Но артисты же, понимаете, тоже артисты. То есть бывают же моменты, когда артисты, те же гитаристы, те же бэк-вокалисты. Она же сама была на бэк-вокале, ушла и сделала сольную карьеру. Ну да. В свое время Лев Ильянович ей давал возможность в концерте спеть, как она делает сейчас. Вот сейчас она дает нам... То есть есть вероятность того, что вы все-таки уйдете. Ну таких прям конкретных целей мы себе не ставим. Если это получится... Да. Дополнительно будет какая-то возможность где-то петь самостоятельно сольно. Почему? Она даже сейчас сама говорит, ребята, вперед, где хотите, там что делаете. Главное, чтобы это, конечно же, желательно не пересекалось бы с... Основные наши... Да. Ну то есть если поступит предложение, скажем, устроить сольный концерт братьев Винкенштерн, то вы это сделаете с... Да. Для этого, конечно, нужны спонсоры, финансы, чтобы организовать это. Ну да. Не просто так. Пригласить музыкантов. У нас, конечно, есть ребята, ну, энтузиасты, да. Там один человек уже точно есть, барабанщик, который может сказать, да, ребята, я готов с вами поиграть. Ну а так, чтобы собрать профессиональную команду, нужна финансовая заинтересованность. Да. Давайте я предлагаю сейчас еще посмотреть одно видео ваше там вот, в Москве. Да. Какое в этот раз? Я не знаю, какое. Можно... Я песни пишу не только на свои стихи, я еще написал несколько, там, десятков песен на чужие стихи. И вот можно посмотреть клип, который мы первый клип наш сделали, «Колыбельная для волков». Это на стихи Леоноры Мельник, которая писала стихи для Варвары. В том числе у нее много песен с ее, так сказать, авторства. И целая пачка была стихов, она мне дала, я написал много на ее стихи песен. Круто. Вот эта песня сейчас прозвучит, я думаю, неплохо. Давайте посмотрим. Песня. 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 И долгой охоты, и обвенчал их лучами зари. Золотой день, колыбельная для волков, Белая метель, еле слышен шепот, Звездной пыли колыбельная для волков, Ветер в темноте, вкус луны которой мы забыли. И колыбельная для волков, Ночи в серебре и смолистый древний запах. И колыбельная для волков, Спит в лесной норе дикая пушистая любовь. Далеко в тишине лесов, Пусть поет дикая любовь. Далеко в тишине, Далеко в тишине, Пусть поет дикая любовь. На своей волне На своей волне сегодня братья Винкенштерн, Вадим и Евгений. Мы смотрим их видеоклипы. И я понимаю, что мне с вами уютно очень. Вот как вы можете охарактеризовать вашу музыку? Она же ведь уютная тоже? Ну мы надеемся, раз ты так говоришь. Я употребил это слово уютная. Уютная музыка. Наверное, есть в ней какой-то уют. И вот надо только кого-то спрашивать. Я сам не могу так думать. Когда вы приходите в гости, скажем, кому-нибудь, или устраиваете дома вечеринку, скажем, какую-нибудь. Обычный праздник. Вы же поете? Какие вы поете песни? Свои песни? Либо вот по просьбе? Для начала обязательно, конечно же, что-то общее, чтобы все знали. Да, это там Розенбаум и Реснякова песни поем. И разные там Зорькова. А поете вот этот? Ой, цветет калина. Для этого надо достать баян и сыграть. Нет, вот мы на гармошке там, да, Женька? На гармошку, так сказать, практикуют. Можем на гармошке? Мы почему-то сегодня не подумали взять ее с собой. Ну, можно следующую передачу возьмем? Ну, губную у вас есть. Ну, губную сыграли. А есть еще вот такая. Гармошка, на которой играют именно русские народные песни. Вот именно то, что ты назвал. Мне сейчас хочется, чтобы вы что-то посоветовали нашим телезрителям. Ведь что значит человек на своей волне? Как правило, когда человек на своей волне, он очень притягателен. Потому что это всегда захватывает. То есть волна не чужая, а своя. Вот что-то можете посоветовать нашим телезрителям, чтобы оказаться на своей волне, взяв у вас чуть-чуть чего-то? Ну, самое главное в жизни, наверное, у любого человека – это волна, которая называется любовь. Вот если этой волны не будет любви, то не будет ничего ни остального. Ни здоровья, ни счастья, ни денег, ничего. Все построено на любви, на божественной любви, на любви ближнего человека, на любви к детям, на любви к родителям. Все построено и крутится на волне. Вот поэтому самое главное – это хочется пожелать зрителям. Это большой-большой такой… Встилент. Такой, да, такой прям цунами. Любовь. Хорошее, хорошее и пожелание. И советы. Я думаю, что сейчас мы еще услышим от вас одну песню, тоже новую песню, которая будет звучать здесь в студии. Давай споем песню «Ты любила мечтать». Вот есть такая история у меня, посвящена, естественно, девушке, ну, как бы такой воображаемой девушке. Всем девушкам города Орехово-Зуево посвящается «Ты любила мечтать». Давайте послушаем. Это будет завершающая песня нашей программы, программы «На своей волне», которую вы смотрите здесь, на нашем телеканале. На этом все. Встретимся совсем скоро. А вам успехов и всего самого доброго. Спасибо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты любила мечтать, небо взглядом ласкать, Когда все кругом давно ложат спать? Ты любила мечтать и при этом молчать? Или что-то про себя тихонько напевать? И забыв обо всем, ты смеешься тайком. Ну, о чем? Я не знаю, до завтра подождем, Но я верю, я верю в тебя. Я знаю, мечтаешь не зря, А я вижу твое желание. Я слышу твое дыхание. Ну и что же, что ты так любишь мечтать? Ты хотела летать, Гордой птицею стать, И земную красоту с полета наблюдать. Ты хотела летать, В небе звездами играть, Но об этом, обо всем, Лишь только можно мечтать. И забыв обо всем, Тихо плачешь тайком. Ну, о чем я понимаю, И это переживем. Я верю, я верю в тебя. Я знаю, Мечтаешь не зря, А я вижу Твое желание. Я слышу Твое вдыхание. Ну и что же, Что ты так любишь мечтать? Мечтать, мечтать. Ну и что же, Что ты так любишь мечтать? На своей волне 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 Субтитры создавал DimaTorzok